Я смотрю в мир глазами тысяч людей, которым я помог избавиться от страданий. Эти слова основателя и руководителя глазного отделения Симбирско-Ульяновской больницы, доктора медицины, заслуженного врача РСФСР Григория Ивановича Сурова стали эпиграфом к выставке Госархива области на страже здоровья. Согласно архивным документам, более 14 тысяч слепых, потерявших зрение от разных болезней, получили возможность видеть и избавились от страданий благодаря доктору Сурову. В этом году исполнилось 150 лет выдающегося симбирского ульяновского врача, общественного деятеля Григория Ивановича Сурова. Человека, который совершил, можно сказать, переворот в глазной медицине нашего края, потому что этот простой крестьянский парень закончил гимназию, закончил университет, закончил военно-медицинскую академию, создал в Симбирске глазное отделение, которого здесь не было. В начале 1911 года Суров получил назначение в Симбирск на должность старшего врача военного лазарета. Накануне перевода он прислал в губернскую земскую управу заявление с просьбой об осигновке средств, чтобы немедленно приступить к оборудованию глазной лечебницы. Таким образом, 110 лет назад при губернской земской больнице впервые в нашем городе было образовано глазное отделение. На открытие выставки пришла ведущий хирург-офтальмолог области, заслуженный врач Российской Федерации Валентина Викториновна Малинина, которая когда-то возглавляла офтальмологическое отделение областной больницы. Именно при ней окончательно победили трахому – страшное заболевание глаз с эпидемическим распространением, с которым активно боролся Суров. Проблема, которой пришлось заниматься Сурова, я застала эту проблему, это проблема трахомы, потому что я окончила институт в 62-м году, слишком давно. А трахомы победили окончательно в 63-м, 64-м году. Так что, когда я приехала в Ульяновск в 67-м году, еще большой хвост от трахомы оставался и была борьба. Так что, одна тема для нас была общей. Хочется отметить, что благодаря врачам-офтальмологам в 2013 году удалось установить новый памятник с рельефным портретом на могиле Григория Ивановича Сурова на Воскресенском некрополе. Безусловно, основоположником ульяновской офтальмологии является Григорий Иванович Суров. И когда к нам приходят наши молодые доктора, мы ежегодно с ними проводим семинар, мы их знакомим с историей развития отделения, как открывалось отделение, какие операции проводил Григорий Иванович Суров. Когда отделение открылось, было менее 10-20 операций, а уже через три года более 500 операций проводилось в отделении. Такого доктора знал весь город, знал вся область. Почетным гостем открытия выставки стал Иван Черногоров, правнук Григория Ивановича. Он впервые приехал на родину своего знаменитого предка. Иван Алексеевич рассказал некоторые факты, которые касаются его семьи. Татьяна Григорьевна, его дочка, она была военным врачом, она была физиотерапевт. Мой дедушка, ее муж Черногоров Иван Алексеевич был выдающийся советский кардиолог. Он был в конце жизни, исполнял обязанности директора института терапии. А я окончил институт иностранных языков Марии Старазе, лингвист. Иван Алексеевич передал Государственному архиву Ульяновской области личные вещи, фотографии, письма Григория Ивановича Сурова, которые долгое время хранились в семье. Их с большим интересом рассматривали современные врачи-офтальмологи. Выставка в архиве будет работать до конца декабря. С ней можно познакомиться по предварительной записи и с соблюдением новых правил посещения учреждений культуры. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.